Добрый день, дорогие друзья, с вами Капля. Мы продолжаем видеоразбор. Второй стих Первого Послания Петра. Во-первых, он говорит о избрании, предвечном избрании, которое дает Бог каждому верующему. Я не сторонник кальвинизма, может быть, самую малость, но мне кажется, что избрание Бога, оно не просто есть, оно является реальностью, неотъемлемой реальностью Царства Божия. Как я себе его представляю? Мне кажется, что фигурально выражаясь, оно выглядит примерно так. Мы с вами идем по жизни, представьте себе, как такую амфиладу комнат или какой-то коридор, где есть множество дверей. И в каждую из этих дверей вы можете войти, сделав свой жизненный выбор. И вот вы подходите к двери, на которой написано «Христос», «Церковь», «Жертва Иисуса», «Искупление через жертву Иисуса». И вы можете пройти мимо, вы можете миновать эту дверь, но вы выбираете, войти вам туда или нет. И если вы выберете, то с обратной стороны этой двери будет написано «Ты был предызбран от начала». К чему мы избраны? В чем состоит избрание? И вот здесь два не очень, будем говорить так, приятных, наверное, слова. Первое слово – освящение, и оно немножко нейтрально, или, по крайней мере, мы не видим всей окраски этого. Но это слово говорит о том, что как только мы стали верующими, мы дали Богу согласие, что Он будет освящать нас. То есть начинается процесс очищения. Начинается достаточно длительный, серьезный, глубокий и очень, возможно, и даже, наверное, неизбежно болезненный. От чего-то нам нужно будет отказываться. Что-то Бог будет обрезать, что-то отрывать, что-то мы счешем, падая. От чего-то нам придется отказаться, что-то принести в жертву. Если вам кажется, что процесс освящения похож на чистку зубов или умывание рук, то вы немного неправильно все поняли. Богу важно обрезать лозу, а не мыть ее с мылом. Итак, когда мы с вами говорим об избрании, мы избраны не только лишь для славы, об этом говорит Писание. Мы прежде всего, и Петр начинает именно с этого, призваны к тому, чтобы быть освященными. Второе слово, не менее, наверное, трудное, а для многих просто невозможное, это послушание. Смотрите, он пишет. К послушанию. К послушанию. Очень интересно. Потому что нам кажется, что когда мы приходим к Богу, Он начинает что-то делать в нашей жизни. Он делает ее лучше, Он начинает нам служить. Помощь, ранее не так доступная Божья помощь для нас, становится более доступной. И так далее. Мы становимся здоровыми, богатыми, успешными и так далее. Но здесь написано, и апостол Павел опять же начинает свое достаточно большое послание с того, что наше избрание состоит в том, чтобы мы были послушны Ему. И это послушание невероятно важно для нас. Оно очень необходимо, если мы не будем послушны Богу, если мы не принимаем это решение, если нам кажется, что Он должен нам служить, то мы на самом деле очень серьезно заблудились. И следующее слово, которое тоже очень интересное и очень важно, это «корпление крови Иисуса», но говорит о том, что наше спасение, наше искупление, это не заслуга наших каких-то усилий, это кровь Иисуса Христа. Это жертва, которую Он принес. И благодать умножается тогда, когда мы с вами позволяем Духу Святому нас очищать, когда мы послушны Христу и когда мы не пытаемся заработать делами самоправедности свое спасение, а полагаемся в этом на жертву Иисуса Христа. Субтитры подогнал «Симон»!